Для грандиозного проекта по переодеванию площади Ленина в новое зеленое убранство закупили 30 молоденьких елочек сорта Хупсия. Возраст вечно зеленых красавиц 5-7 лет, высота порядка 2 метров. Вырастили их в фермерском хозяйстве в Гродно. Выбор на сорт именно этих хвойных пал не случайно. Данный сорт свойственен ему, что он выдерживает засуху. То есть он любит солнце. Если ели не любят очень солнце, то этот сорт Хупсия более засухоустойчив и солнцеустойчив. Тем более, что его хвойное одеяние, как вы говорите, на солнце более сохраняет сизый цвет, чем в тени. Сейчас новые елочки находятся на территории предприятия «Коммунальник», ожидая пересадки на новое место. Совсем скоро свою постоянную прописку западные гости получат в самом центре Бреста. В первые два года максимальный прирост молодых деревьев составит 15-20 сантиметров. Это связано с периодом адаптации Хупсий в новых условиях. Все работы по посадке и уходу за молодыми елочками лягут на плечи сотрудников «Коммунальника». Требует она, конечно, замены грунта, дренаж. Так как ель любит песчаную легкую почву и корневая система находится ее сверху, это, естественно, полив, уход за ней должен быть. Насчет удобрений, значит, это пойдет у нас только уже, я думаю, что на третий год. Будем смотреть, как они приживутся, потому что нагрузку на корневую систему и на само растение, тем более возраст этих елей уже 5-7 лет. Это два года, это как минимум мы будем смотреть на их приживаемость. Главная причина замены старых елей – их непрезентабельный вид. Деревья посажены в начале 60-х годов. А еще 22 зеленых старожила, которых по проекту необходимо заменить, повреждены болезнями. Хвойный запас из оставшихся восьми елочек останется у озеленителей, на тот случай, если какой-то из деревьев не приживется. Надо уже поменять эти деревья, чтобы малым поменять их. Все надо, чтобы было новое. Посмотрите на их внешний вид, уже все. Как говорится, есть деревья, которые живут и по 200 лет, и по более, но эти уже все. Где-то надо через какое-то, ну, через дерево, через... И, которые более живы, и оставить. И новые обязательно садить. Надо вот сдержать связь старых и насаждать новые. Благоустройство – это хорошо. И то, что что-то в городе меняется, тоже прекрасно. Что-то по-новому заиграет, новыми красками будут новые елочки. Прекрасно. Это как дома, когда перестановку сделал, уже как-то по-другому. Планируется, что к концу апреля, началу мая, деревья-старожилы заменят на молоденькие саженцы. Главное, чтобы брещане полюбили новый зеленый наряд. Тогда и деревья полюбят свое новое место жительства. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.